Движение «Жизнь» – клуб скандинавской ходьбы открыл новый спортивный сезон сразу двумя юбилеями. Какими, расскажет Елена Винц. Наша съемочная группа побывала сегодня на очередном занятии. Этому клубу всего год. Он был организован по инициативе Совета ветеранов Магнитогорска. За небольшой срок в полезном движении приняли участие более двух тысяч людей пенсионного возраста. Самой взрослой участнице исполнилось 90 лет. Я физик и знаю, что жизнь – это движение, это всем известная истина. Жизнь – это движение. А скандинавская ходьба, я уже с 14-го года занимаюсь, это 5 лет, 5 лет занимаюсь скандинавской ходьбой. Райса Коваль в клубе со дня основания. Ровесница города ни на секунду не сомневалась, когда прочитала объявление в газете о том, что собирают любители скандинавской ходьбы. Пришла на первую встречу и шутит сразу, стала популярной. Дата рождения помогла. С тех пор не пропустила ни одного занятия. Нашагала сотни километров. А тренировку начинает от своего дома, по улице строителей. Я иду по этой улице, по улице, вниз, вниз, вниз. А вниз легко идти, да. Я, значит, как бы разминку делаю. А потом до палатки дохожу, по строителям до палатки. Вокруг палатки обхожу раза 3-4, вокруг палатки. Там я останавливаюсь, там я смотрю на комбинат. Пользу скандинавской ходьбы Раиса Коваль на себе ощутила. Говорит, дышится легче, давление нормализовалось, прилив бодрости сопутствует всегда. В клубе любителей ходьбы встретила единомышленников и поддержку. Самое главное, общение, да, коллеги? Да! Скандинавская ходьба подходит именно для пожилых людей, поскольку не требует специальных навыков, физической подготовки и почти не имеет противопоказаний. Да и для занятий не требуется спортзал. Тренировки проходят на свежем воздухе. Достаточно надеть удобную для движения одежду и приобрести специальные палки. Кстати, в клубе любителей скандинавской ходьбы их выдают бесплатно. Сегодня спортивный сезон торжественно открыли. Буквально сентября мы где-то до июня этой темой занимаемся. В разное время приходит от 30 до 70 до 100 человек. В том году мы провели форум скандинавской ходьбы. Одновременно здесь было 400 человек. То есть я думаю, что этот вид спорта активный для нашего поколения серебряного возраста пользуется большим спросом. Клуб любителей скандинавской ходьбы принимает единомышленников. Занятия проходят по средам в 10 часов утра у монумента тыл фронту. Ограничений по возрасту нет. Елена Винс, Александр Маргунов, информационная служба, медиа, группа Знак.